Беседа о том, что чтение Священного Писания полезно, и что оно делает внимательного, недоступным для рабства и стеснительных обстоятельств. Также о том, что название апостолов есть название многих достоинств, и что апостолы получили силу и власть гораздо большую, чем внешние властители и самые цари, и, наконец, к новопросвещенным. Когда я, будучи призываемым к беседе перед таким множеством народа, посмотрю на бедность моего ума, то ужасаюсь и отступаю. Но когда посмотрю на ваше усердие и ненасытное желание слушать, то ободряюсь, возбуждаюсь и охотно вступаю на поприще учения, потому что вы своим усердием и желанием слушать могли бы и каменной души сделать легче всякого пера. Как животные, живущие в пещерах и в течение зимы скрывающиеся в скалах, увидев наступившее лето, оставляют убежище, собираются вместе с прочими животными и веселятся вместе с ними. Так и душа моя, скрывавшаяся как бы в некоторой пещере, сознание своей немощи, увидев усердие вашей любви, оставляет пещеру, вступает в ваше собрание и вместе с вами восторгается прекрасными восторгами писаний на духовном и божественном луге в раю писания. Подлинно, в течение божественных писаний есть духовный луг и рай сладости, рай сладости превосходнейший того рая. Этот рай Бог насадил не на земле, а в душах верующих. Этот рай Он поставил не видами и не ограничил одним местом на востоке, но распространил по всей земле и распростер до пределов вселенной. А что Он распространил писание по всей вселенной, об этом послушай пророка, который говорит, во всю землю прошли глаголы, до конца вселенной вещания их. Хотя бы ты отправился к индийцам, которых первых озаряет восходящее солнце, хотя бы удалился на океан или на британские острова, хотя бы приплыл на Евксинский понт, хотя бы достиг северных стран, везде услышишь, как все любомудрствуют о том, что содержится в писании, другим языком, но не другой верою, различными наречиями, но одинаковым умом. Хотя звуки голоса различны, но образ благочестия неразличен. Хотя они остаются варварами по языку, но любомудрствуют по мыслям. Хотя они странны по наречию, но благочестивы по жизни. Видишь ли обширность рая, распростертого до пределов вселенной? Здесь нет змея. Это место свободно от диких зверей ограждается благодатью духа. Этот рай, как тот, имеет и источник. Источник, из которого вытекает множество рек, а не четыре. Не тигр, не ефрат, не египетский нил и не индийский ганг. Но бесчисленное множество рек изливает этот источник. Кто говорит это? Сам Бог, даровавший нам такие реки. Верующий меня, говорит он, как говорится в писании, реки потекут из шрева воды живой. Видишь ли, как из этого источника вытекают не четыре реки, а бесчисленное множество. И не по множеству рек только, но и по естеству своему удивителен этот источник. Потому что в нем не потоки воды, а дары духа. Этот источник отделяется в каждую душу верующих и не уменьшается. Разделяется и не истощается. Распределяется и не убавляется. Во всех он находится всецело и в каждом всецело. Таковы дары духа. Хочешь ли узнать свойства этих вод? Как они не похожи на те, но гораздо лучше и удивительнее тех. Послушай опять самого Христа, беседующего с Самарянкою, чтобы тебе узнать обилие этого источника. Вода, говорит он, которую я дам верующим, будет в нем источником воды текущим в жизнь вечную. Не сказал выходящий, не сказал изливающийся, но текущий, указывая нам потоками на ее изобилие. Ключевые воды обыкновенно исторгаются и вытекают отовсюду, где источники не могут удержать их в своих недрах, но, будучи преодолеваемым непрестанным притоком, извергают их отовсюду. Поэтому, желая показать изобилие потоков, он сказал, текущая, а не выходящая. Хочешь ли узнать и свойства ее? Узнай из ее употребления. Она полезна не для жизни настоящей, но для жизни вечной. Будем же пребывать в этом раю. Будем сидеть при этом источнике, чтобы нам не потерпеть того же, что претерпел Адам, и не лишиться рая. Не будем принимать пагубного совета, не допустим к себе обольщения от лукавого. Будем пребывать внутри, потому что здесь великая безопасность. Будем пребывать в чтении писаний, как сидящий при источнике наслаждается его прохладою, и при наступлении жара, часто погружающий в него лицо свое, устраняет удушливый жар потоками. Если беспокоит их жажда, легко облегчает мучения, имея врачевство вблизи в источнике. Так и находящийся при источнике божественных писаний, Если почувствует беспокоящего пламя непристойной похоти, легко потушит пламень, погрузив душу в эти воды. Если будет беспокоить его горячий гнев, воспламеняя сердце, как поджигаемый котел, то пократив немного этой воды, он тотчас укротит бесстыдную страсть, и от всех порочных помыслов, как бы из среды пламени, избавляет душу чтением божественных писаний. Поэтому великий пророк Давид, зная пользу от чтения писаний, уподобляет того, кто постоянно внимает писанием и наслаждается беседой с ними, растению всегда цветущему, стоящему при потоках вод, когда говорит «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит на собрании развратителей, но в законе Господнем воле его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод». Как дерево посаженное при источниках вод, стоящее при самых потоках, получая постоянное орошение, бывает безопасно от всякой неблагоприятной погоды, не боится ни пламенных лучей, не страшится ни сухого воздуха, потому что, имея внутри себя самодостаточную влажность, скоро отражает и отстраняет приступающий от вне избыток всякой солнечной теплоты. Так и душа, стоящая при потоках божественных писаний и постоянно напаяемая ими, собирая в самой себе эти струи и росу духа, бывает безопасной от всяких неблагоприятных обстоятельств. Хотя бы болезнь, хотя бы порицание, хотя бы клевета, хотя бы злословие, хотя бы насмешки, хотя бы какая-нибудь леность, хотя бы все бедствия вселенной напали на такую душу, она легко отражает пламень страстей, находя достаточное утешение в чтении писаний. Подлинно ни величие славы, ни высота власти, ни присутствие друзей и ничто другое из вещей человеческих не может утешать в скорби так, как чтение божественных писаний. Почему? Потому что те вещи тленные скоро приходящие. Почему и утешение от них скоро приходящее, а чтение писаний есть в собеседовании с Богом? Когда же Бог утешает находящегося в скорби, то какое из настоящих обстоятельств может повернуть его в уныние? Итак, будем внимательно заниматься чтением не два только эти часа, потому что для безопасности нам недостаточно одного простого слушания, но постоянно и пришедший домой каждый пусть возьмет в руки Библию и вникает в смысл сказанного, если он хочет получить постоянную и достаточную пользу от писания. И то дерево, которое стоит при потоках, не два или три часа сообщается с водами, но каждый день и каждую ночь, потому что дерево и украшается листьями, потому и изобилует с водами, хотя никто из людей не напаяет его, что оно стоит при потоках, привлекает к себе влагу корнями и как бы каким-нибудь проходами передает полезные соки всему своему составу. Так и читающий постоянно божественное писание и стоящий при их потоках, хотя бы не имел никакого толкователя, постоянным чтением, как бы некоторыми корнями, приобретает себе великую пользу. Потому и мы, зная ваши заботы, развлечения, множество занятий, медленно и мало-помалу ведем к уразумению писаний, чтобы медленность и толкование крепче удержать сказанное в вашей памяти. Так и сильный дождь, проливаясь стремительно, омывает поверхность земли, но глубине ее не приносит никакой пользы, а нисходящая на лицо земли медленно и мало-помалу, подобно елею, проникает в глубину ее проходами, как бы некоторыми жилками, и наполняя влагой недрой ее, делает ее способнейшую к произведению плодов. Поэтому и мы вливаем в ваши души этот духовный дождь мало-помалу, потому что писания подобны духовным облакам. А слова и мысли подобны дождю, который гораздо лучше обыкновенного дождя, и вливаем в вас этот духовный дождь мало-помалу для того, чтобы слова наши проникли в самую глубину. Поэтому уже четвертый день сегодня, продолжая толкование, мы не могли пройти одного надписания, но еще вращаемся около него. Лучше раскопать малое поле и проникнуть в глубину найти великое сокровище необходимого, нежели изрыв по поверхности множества, нив, трудиться без пользы тщетно и напрасно. Знаю, что многие негодуют на такую медлительность, но я не смотрю на их укоризны, а заботюсь о вашей пользе. Те, которые могут ходить быстрее, пусть подождут медленнейших из братьев. Те могут подождать этих, а слабейшие не могут гнать себя за теми. Поэтому и Павел говорит, что мы не должны преждевременно принуждать слабых, которые не могут сравняться с совершенством сильных, но должны мы, сильные, переносить немощи слабых. Мы заботимся о вашей пользе, а не о пустой славе. Поэтому и медленно излагаем мысли. 77. Так, в первый день я говорил о том, что не должно оставлять без внимания написание священных книг, когда прочитал вам и надпись на жертвеннике, и показал мудрость Павла, который воина чужого и стоящего в отряде неприятелей переставил в собственный отряд. Этим окончилось все учение в первый день. Затем во второй день мы исследовали, кто писатель книги Деяний и Благодатью Божией нашли, что это Евангелист Лука, и подтвердили исследования многими доказательствами, как яснейшими, так и более глубокими. Я знаю, что многие слушатели не следили за последними из упомянутых доказательств. Но, несмотря на то, мы не перестанем касаться более тонких мыслей. Яснейшее будет полезно для людей простых, а глубочайшее для тех, которые смотрят более зорко. Эта трапеза должна быть различной и разнообразной, потому что различные вкусы званых. Итак, в первый день мы беседовали о надписании, во второй день о писателе книги, а в третий день, вчера, говорили присутствующим о начале этой книги и показали, как знают слушавшие, что такое деятельность и что такое чудо, что такое жизнь и что такое знамение, чудотворение и сила, и какое различие между тем и другим, как одно больше, а другое полезнее, и как одно само по себе доставляет Царство Небесное, а другое, если не сопровождается деятельностью, оставляется вне его преддверия. Сегодня нужно сказать об остальной части надписания и объяснить, что значит имя апостолов, потому что то имя не простое, но оно есть название власти, власти величайшей, власти духовнейшей, власти вышней. Но будьте внимательны. Как в житейских делах есть много властей, но не все они одинакового достоинства, а одни больше, другие меньше, например, если начнем исчисление с низшей, есть городской судья, есть выше его правитель народа, после него есть другой больше начальник, также есть военачальник, есть наместник, есть и выше их власть, власть консулов, и все они власти, но не все одинакового достоинства. Так и властей духовных много, но не все одинакового достоинства, а всех их более достоинство апостольское. Так отчувственного надо бы наруководить вас к духовному. Так поступил и Христос, когда в беседе о духе упомянул о воде. Пьющий от воды, это и сказал он, вас жаждет снова, а кто будет пить от воды, которую я дам ему, не будет жаждать во веки. Видишь ли, как он руководил женщину отчувственного к духовному? Так делаем и мы. От низшего восходим к высшему, чтобы речь была яснее. Поэтому беседой о власти мы упомянули о власти не духовной, а чувственной, чтобы от этой руководить вас к той. Вы слышали, сколько исчислили мы житейских властей, как одни из них больше, а другие меньше, и как власть консулов стоит выше всех, как бы вершины и глава их. Посмотрим же и на власти духовные. Между властями и духовными есть власть пророчества, есть другая власть, евангелиста, есть пастыря, есть учителя, есть дарование, есть исцеление, есть толкование языков. Все это название даров, а на деле степени начальства и власти. Пророк есть начальник, у нас же изгоняющий бесов есть начальник, у нас же пастырь и учитель есть начальник духовный, Но всех их больше власть апостольская Из чего это видно? Из того, что превосходнее всех их апостол Как между чувственными властями консул Так между духовными апостол занимает первое место Послушаем самого Павла, который исчисляя власти На высшем месте ставит апостольскую Что же говорит он? Иные бог поставил церкви, во-первых, апостолами Во-вторых, пророками, в-третьих, учителями И пастоли, также дарования исцелений 1 Коринфянам 12, 28 Видишь ли главную из властей? Видишь ли, что апостол стоит на высоте? И никого нет и прежде, и выше его Во-первых, апостолов, говорит он Во-вторых, пророками, в-третьих, учителями Пастоли, также дарования исцелений Вспоможения, управления, разные языки И при том апостольство есть не только начало Прочих властей, но и основание, и корень Как голова, находясь выше всего Не только есть начало и власть тела Но и корень Потому что нервы, управляющие телом Исходя из нее и произрастая из самого мозга И оживляясь духом Таким образом управляют всем Животным составом Так и апостольство не только стоит выше Как начало и власть прочих дарований Но и сосредотачивая И содержит в себе корни всех их Пророк не может быть и апостолом Апостолы же непременно есть и пророк Имеют и дары исцелений И роды языков, и толкования языков Поэтому апостольство есть начало и корень дарований 79 А что это так, я представлю вам по свидетели Павла Впрочем, прежде нужно сказать Что такое разные языки Что же такое разные языки В древности крестившийся и уверовавший Тотчас начинал говорить разными языками Для проявления духа Так как тогдашние люди находились в состоянии Более немощном И плотскими глазами своими не могли созертать Духовных дарований То им и сообщаем был чувственный дар Чтобы духовное делалось явным Крестившийся тотчас начинал говорить И нашим языком И языком персов И языком индийцев И языком скифов Так что и неверные могли узнать Что он сподобился Святого Духа Это было чувственным знамением То есть такая речь Потому что ее слышали чувственным телесным Но это чувственное знамение Делало явной для всех Духовную невидимую благодать Духа Такое знамение называлось Иные языки Потому что человек, имевший от природы один язык Начинал говорить разными Инородными языками по благодати И можно было видеть Как человек один по числу Был разнообразным подарованием И имел различные уста И различные языки Посмотрим же Как апостол имел и это дарование И все прочее Об этом он сам говорит Так Я более всех вас говорю языками Видишь ли Что он имел роды языков И не только имел Но и в большем изобилии Нежели все прочие верующие Он не сказал только Я могу говорить языками Но я более всех вас говорю языками На пророчество Которое он имел Он указывает следующими словами Дуже говорит ясно Что в последние дни Наступят времена тяжкие А что говорить о том Что будет в последние времена Значит пророчествовать Это всякому известно В последние времена Наступят времена тяжкие И еще Говорю вам словом Господнем Что мы Живущие Оставшиеся до пришествия Господня Не предупредим умерших И это пророчество Видишь ли Как он имел роды языков И пророчества Хочешь ли знать Что он имел И дарование исцелений Но может быть Нет нужды доказывать это словами Когда мы знаем Что не только сами апостолы Но и одежда их имела Дарование исцелений А что он был И учителем народа Об этом он говорит Во многих местах Он заботился О всей вселенной И управлял церквами Таким образом Когда ты слышишь Что во первых Апостолов Во вторых пророков Третьих пастырей Учителей Дарование исцелений Вспоможения Управления Разные языки Кто знает Что вся совокупность Прочих дарований Сосредотачивается В апостольстве Как в главе Не думали ли вы прежде Что имя апостолов просто Вот теперь вы узнали Какой глубокий смысл Заключает в себе Это имя Это сказали мы Не для того Чтобы показать Собственную свою силу Это не наши слова А благодать и духа Которая возбуждает От пленности Беспечных Чтобы они ничего Не оставляли Без внимания И так Справедливо Мы назвали апостольство Духовным консульством Апостолы Суть начальники Рукоположенные От Бога Начальники Которые получили Не разные народы И города Но которым Всем вместе Верена вселенная А что они Были начальниками Духовными И это я постараюсь доказать Дабы после доказательства Вы знали Что апостолы Настолько выше Начальников Житейских Насколько Сами Житейские Начальники Выше Играющих Детей Подлинно Это начальство Гораздо выше Того И больше Сдерживает Нашу жизнь Так что Если бы Оно Прекратилось То все Расстроилось бы И разрушилось Какие знаки Начальства И что должен иметь Начальник Власть над темницей Чтобы он был властен Одних связывать А других разрешать Одних выпускать А других ввергать Туда Та же власть Решать денежные долги Так чтобы он был властен Одних бывших Должными освобождать А других приказывать Уплатить долги Еще власть Осуждать на смерть Освобождать от смерти Или вернее Это власть не начальника А одного только царя Или даже и царю Не принадлежит Вполне этот дар Потому что он освобождает Не от смерти Уже умершего А только от осуждения На смерть Приговор он может отменить А возвратить К жизни От смерти Не может Худше В его власти А лучшего он не имеет Далее Начальника мы Отличаем по поясу По голосу Глашатая По жезлоносам По колеснице По мечу Все это знаки власти Посмотрим же Имеет ли и власть Апостольская Эти знаки Имеет И притом не такие Но гораздо лучше Дабы ты знал Что те суть Только название Вещей А эти истины Вещей Ибо ты Дабы ты убедился Что между ними Такое же различие Какое между детьми Играющими В начальники И начальниками Действительно имеющими власть Я начну Если хотите Исчислять С власти Ввергать вузы Мы сказали Что начальник Властен Связывать И разрешать Посмотри же Апостол имеет Эту власть Что свяжете На земле Говорит он Им Господь Будет связан На небесах И что разрешить Эта земле Будет разрешено На небесах Видишь Узы И власть Над узами Но название Одно и то же А сущность Дела Не одна и та же Узы там Узы и здесь Но одни на земле А другие на небе Небо для них Место узы Познай же Величие Этой власти Находящиеся На земле Произносят приговор И сила этого приговора Проходит Небеса Как цари Находясь в одном городе Изрекают приговоры И законы А сила этих приговоров И законов Обтекает всю вселенную Так и тогда Апостол Находясь на одном месте Изрекали законы А сила этих законов И этих уз Не только Обтекала вселенную Но и восходила До самой высоты Небес Видишь Узы И узы Но одни на земле А другие на небе Одни для тел А другие Для душ И лучше Для душ И для тел Потому что Апостолы связали Не только тела Но и души 81 Хочешь ли знать Что апостолы Имели власть И прощать долги И здесь Ты увидишь Великое различие Они прощали Не денежные долги А долги Грехов Кому отпустите Грехи Сказал Господь Отпустится им А что Свяжете Будет связано Нужно ли После этого Доказывать Что они Осуждали И на смерть И возвращали От смерти Не от приговора Только освобождая И ведение На смерть Но и умерших И уже подвершихся Тлений Восстановляя От смерти Когда же Они осуждали На смерть Когда освобождали От смерти Анани и Сапфиры Были обличены В святотатстве Хотя они Украли собственные Деньги Но несмотря на то Вина их была Святотатством Потому что После обещания Эти деньги Уже не принадлежали им Что же апостол Послушай Как он Как бы сидя В судилище Приводит на суд Святотатца Делает допрос Как судья А потом Произносит приговор Не прежде допроса Произносит приговор Хотя грех Был очевиден Но Чтобы Настоящих Вне Убедить Что он Справедливо Произносит Такой приговор Для этого Он делает Допрос И говорит Так Деяние 5 3 4 Что же тот Услышав эти слова Услышав Эти слова Она не Пал Без дыхания Видишь ли Что апостол Имеет И меч Когда ты Слышишь Павла Который Говорит Что Имеем Меч Духовный Который Слово Божие То Вспомни Об этом Приговоре При котором Меча Не было Но Словом Пораженный Святотатец Пал Видишь ли Меч Изощренный И обнаженный Здесь Не было Ни железа Ни рукояти Не рук Но вместо руки Язык Извлекающий Слова Вместо меча Тотчас Умер Святотатца После него Вошла жена И апостол Хотел Дать ей Случик Оправданий И повод К прощению Почему Опять Спрашивает Скажи мне За столько Ли продали Вы землю Она Сказала Да За столько Хотя Он знал Что не за столько Но чтобы Вопросом Довести ее До раскаяния И признания Во грехах И чтобы Даровать ей Прощение Он Спрашивает ее Она же И после этого Осталась Бесстыдною Почему И понесла Общее С мужем Наказание Видишь ли Силу Свергать Вузы Видишь ли Как они Властны Посылать На смерть Посмотрим И на лучшее Как они Освобождают От смерти Умерла Тавифа Ученица Отличавшаяся Многими делами Милосердия И тотчас Бегут к апостолам Потому что Знали Что они Имеют Власть Над смертью И над жизнью Видели в них Горнюю власть Несшедшую Долу Что же Сделал Петр Пришедший Туда Тавифа Сказал Он Встань Он не имел Нужды Ни в чем Ни в исполнителях Ни в служителях Но достаточно Было слов Его Для воскрешения Смерть Услышала Его голос И не могла Удержать Мертвую Видишь ли Каковы были Слова Этих Судей А слова Внешних Судей Слабы Хотя бы Кто-нибудь Из них И отдал Приказание Но если Служитель Не приведет Это в исполнение То приказание Остается Тщетным А здесь Нет нужды Служителя Он Сказал И тотчас Исполнилось Видишь Их Узы Которые Служат Знаком Власти Видишь Как они Отпускают Грехи Как разрешают Смерть Как возвращают К жизни Хочешь ли Узнать Пояс Их Христос Послал Их Припоясанными Не кожей Но истинною Это Пояс Святой И духовный Почему И сказал Припояжьте Чресло Ума Вашего Истинною Ефесянам 6.14 Это власть Духовная И потому Она не требует Ничего Чувственного Вся Слава Через Царя Внутри Псалом 44.14 Но что Не хочешь ли Видеть И палачей Их Палачи Суть Те Которые Мучат Виновных Привешивают К дереву Строгают Ребра Наказывают Терзают Хочешь ли Видеть Их По послов Этим Были Не люди А сам Дьявол И бесы Облеченные Телом И плотью Они имели Служащими Бесплотные Бесплотные Силы Послушай С какой Власти Повелевал Ими Павел Придать Такового Сатане Воизмождение Плоти То же Самое Сделал И с другим Богохульником Придать Их Говорит Сатане Чтобы Научились Не Богохульствовать Что Еще Остается Показать То ли Что Они Имели Колесницы И на Это У нас Есть Доказательство Так Когда Филипп Крестил Евнуха И наставил Его В священных Тайнах И когда Нужно Было Ему Возвратить Это Колесницу Окрыленную Видишь Колесницу Быстрейшие Ветры Еще Нужно Было Апостол Отправиться В рай Путь Слишком Длинный Расстояние Безмерное И он Так же Вдруг Был Восхищен И перенесен Туда Без труда И в Краткое Мгновение Времени Таковы Апостольские Колесницы Был и Голос Глашатая И Та же Достойный Этой Власти Им Предшествовал Не человек Провозглашая О них А благодать Духа И явление Чудес Возвещало О них Вромоглас Не всякой Трубы И таким Образом Повсюду Предшествовало Им И как Начальники Бывают Окружены Большим Великолепием Причем Частные Люди Не смеют Просто Обращаться С ними Так Было И с Апостолами Из Прочих Говорит Писание Никто Не Смел Пристать К ним Но Все Прославляли Их Диане 5.13 Видишь Что они Имели Силу Ввергать Вузы И власть Прощать Долги Имели И меч И были Припоясаны Поясом И шествовали На колеснице И предшествовал Им возглас Громогласнейшей Всякой Трубы И были Окружены Небольшим Великолепием 83 Теперь Нужно Было Бы показать И все Доблестные Дела Их И те Благодеяния Которые Они Совершили Для Вселенной Потому Что И то Свойственно Начальникам Чтобы Не только Пользоваться Честью Но и Оказывать Великое Попечение И покровительство Подчиненным Впрочем Уже Сказано Больше Надлежащего Поэтому Отложив Это До другой Беседы Постараюсь Предложить Увещание Новопросвещенным Никто Пусть Не считает Этого Совета Несвоевременным Я Прежде Сказал Что Не только Через Десяти Двадцать Дней Но и Через Десяти Двадцать Лет Можно Посвященных Втайны Назвать Новопросвещенными Если Они Остаются Внимательными Какое Было Для них Самое Лучшее Увещание То Когда Бы Мы Напомнили Им Об Об Образе Рождения И Первом И Втором И Естественном И Духовном И Показали Какое Различие Между Тем И Другим Рождением Впрочем Им Не Нужно Учиться Этому От Нас Сам Сын Грома Возлюбленный Христу И И Скажет Им Об Этому Что Говорит Он И Дал Им Власть Тем Которые Приняли Его Быть Чадами Божьими Потом Напоминая Им О Первом Рождении По Сравнению С Ним Объясняя Важность Настоящей Благодати Он Говорит Так Которые Не от Крови Не от Хотения Плоти Не от Хотения Мужа Но От Бога Родились Одним Словом Он Выразил Их Благородство О Чистое Чревоношение О Духовное Рождение О Новое Чадородие Без Утробы Зачатия Без Чреворождения Без Плоти Плод Плод Духовный Плод Благодати Человеколюбия Божия Плод Исполненный Радости И веселия Но Не таково Первое Рождение Оно Начинается Слезами Как Только Дитя Выходит Из Утробы И Вынимается Из Чрева То Первый Крик Его Сопровождается Слезами Как Сказал Некто Голосом Обнаружил Плачем Премудрость 7-3 Первый Голос Плачем Бывает Вступление В жизнь Со Слезами Начало Ее Которыми Природа Предвозвещает Будущее Страдание Почему Плачет Дитя Выходя На Свет Потому Что Прежде Грехопадения Бог Сказал Плодитесь И Размножайтесь Что Было Благословением А После Грехопадения Сказал В Болезни Будешь Родить Детей Что Было Наказанием И Не Слезы Только Бывает При Рождении Но И Пелены И Повязки Слезы При Рождении Слезы И При Смерти Пелены При Рождении Пелены При Смерти Чтобы Ты Знал Что Эта Жизнь Оканчивается Смертью И Стремиться К Этому Конту Но Не Таково Духовное Рождение Здесь Нет Ни Слез Ни Пелен Но Родившийся Бывает Свободен И Приготовлен К Подвигам У Него Свободны И Руки И Ноги Чтобы Он Мог И Бегать И В Вратоборство Здесь Нет Платья Нет Слез Но Приветствия Лапзани И Объятия Братья Признающих Вродившимся Собственный Член И Принимающих Его Как бы После Продолжительного Отсутствия Так Как Он Прежде Просвещения Был Врагом А После Просвещения Стал Другом Общего Всем Нам Владыки То Все Мы Сорадуемся Ему Почему Это Лапзани Называется Миром Чтобы Мы Знали Что Бог Прекратил Вражду И Приблизил Нас К Себе Будем Же Постоянно Соблюдать Будем Сохранять Этот Мир Будем Продолжать Это Дружество Чтобы Нам Достигнуть Вечных Обителей Благодатью Человеколюбим Господа Нашего Иисуса Христа Через Которого И с Которым Слава Честь И Держава Отцу Со Святым И Животворящим Духом Ныне